Всем привет! Я снова куда-то собираюсь и снова хочу с вами поговорить. Это видео вообще о последних событиях в моей жизни. И я хочу просто с вами поделиться этими событиями. Не знаю, может быть, вы в ответ поделитесь каким-то своим событием, которое вы хотите, допустим, рассказать, которым вы именно действительно хотите поделиться. Может быть, что-то радостное, может быть, что-то неожиданное. Бывает же такое, да? Ты живешь-живешь какой-то обыденной жизнью, и каждый день смотришь на себя в зеркало и понимаешь, что, блин, ну неужели это предел? И в какой-то определенный момент происходит вот так. Получается что-то совсем невероятное, какие-то предложения бывают, какие-то, я не знаю, случаи происходят с вами. Либо люди какие-то подворачиваются очень креативные, и они вас вдохновляют, они помогают вам даже в чем-то. Я думаю, вы понимаете, да, о чем я. Как бы я со своей колокольни рассуждаю, но пусть кому-то нетворческий человек встречается в жизни, может быть, встречается просто человек, который вас понимает действительно, который понял ваши проблемы, помог в одной из них. И это же круто, это круто, и мы должны ценить это, мы должны больше как-то рисковать в жизни, что ли. На какие-то предложения отзывчивыми быть и не бояться чего-то. Потому что я хочу вам рассказать такой момент. Мне поступило сегодня такое предложение, от которого я просто была в шоке. Я по-другому просто даже сказать не могу, у меня аж горли пересохло. В принципе, это ничего такого. Боже, я иногда, бывает, знаете, сделаю из чего-то простого, обычного, просто невероятное событие какое-то. И я не знаю, плохо это или нет, но вот так вот происходит в моей жизни и со мной. У многих так бывает в жизни, особенно у женщин, потому что женщины более эмоциональны, женщины более подвержены тому, чтобы надумать себе что-то, придумать что-то, видеть то, чего нет, читать между строк и бла-бла-бла. Короче, пишет мне сегодня, вернее, добавляется в друзья какой-то парень. Я всегда, честно скажу, захожу на страницы тех людей, которые пытаются ко мне добавиться в друзья. И я, когда захожу на страницу, я просматриваю, сколько друзей, я просматриваю фотографии, сколько фотографий. По этому всему видно, как давно или как часто, допустим, заходит человек на свою страницу, как давно он ее создал, вообще все, все в принципе понятно, не фейковая ли эта страница. И в то же время, ну, ты видишь, что за человек, допустим. Можешь информацию какую-то о нем почитать, можешь что-то узнать о нем. Короче, добавилось два парня сегодня, и один из них очень сомнительный. У него, по-моему, там 11 друзей, если я не ошибаюсь. Он в какой-то шапке обычной, причем, ну, просто обычная фотография. Не какая-то там профессиональная, либо какая-то фэшн, либо, может быть, красивая, либо креативная какая-нибудь. Обычная, вот просто что не наесть обычную. Я как-то не особо отреагировала на это, но потом, знаете, есть такая фишка, когда ты добавляешься в друзья, можно подписать, в общем, написать сообщение, и когда ты видишь вот эту вот ссылку на добавление в друзья, ты видишь подпись человека, который пытается добавиться к тебе. Короче, я тут наговорила кучу всего, но на самом деле, я думаю, все понимают, как это все выглядит, как обстоят дела. Так вот, подпись у этого человека была такая, что, в общем, якобы он работает на YouTube Россия, он меня приглашает поучаствовать в каком-то проекте. В общем, меня приглашают... Так, я открыла сообщение, а то забыла вообще, что я там отвечала. Человек пригласил меня на мастер-класс, грубо говоря. Как бы подумайте просто, вдумайтесь. Мастер-класс от Полины, да, для блогеров. Да, это просто нонсенс. Нет, я подозревала, что я такая талантливая, но не настолько же. В итоге смысл таков, что меня приглашают на кастинг, который будет проходить здесь, в Воронеже, в качестве человека, я так понимаю, который проведет мастер-класс для начинающих блогеров, хотя у меня у самой как бы немного подписок, но я так понимаю, просто в Воронеже не так много, наверное, людей-блогеров, которых можно привлечь к этому, может быть, ну, никто не согласился, может быть, просто, ну, никому до этого дела нет. И решили позвать меня. Вот так вот. В итоге я написала, что, блин, у меня не будет времени на это все. У меня и так сейчас не настолько много времени. Да, я такая занятая, прям вот ужас. Я написала просто, что у меня не будет времени посещать кастинги всякие, ваши уроки для авторов, там, я не знаю, или еще там что-то. Короче, ничего я не смогу посещать. На что человек мне ответил, что мне ничего не нужно будет посещать. Я просто должна буду поприсутствовать на кастинге. Они там уже даже готовы заплатить за мое присутствие. Короче, представляете? До чего я докатилась? Просто Алис капут. Честно, это очень сомнительно. Вот все очень сомнительно. Хотя, если исходить из того, что я говорю всегда о том, что не нужно бояться чего-то нового, нужно всегда соглашаться на что-то новое, нужно рисковать, пробовать, но тем не менее сама отказываюсь. Просто чувак какой-то сомнительный, поэтому мне показалось, что это просто развод какой-то. Почему бы, да, какому-то Петьке Ваське не написать мне о том, что он якобы там с YouTube, да, и он там просит меня такую звезду, там, я не знаю, приехать в Москву, оплатить мне там все, да. Ну, как бы можно же поиграть, ну, кому-то это нравится, кому-то это нужно, да, дурить, я не знаю, играть чужими чувствами, да, ну, кому-то это нужно. Короче, это очень попахивает все, сами знаете, чем, но я просто с вами делюсь. Вы будете первые в курсе событий того, как я лоханулась в очередной раз. Также еще из таких новостей, которые приятные новости. Получилось так, что ко мне попала книжка, книжка, целая книга комиксов. Догадайтесь, каких? Рик и Морти. Я посмотрела новую серию, я очень советую посмотреть всем, просто всем. Даже если вы не смотрели никогда еще Рик и Морти, посмотрите третью, по-моему, серию. Я обязательно укажу в инфобоксе, а может даже оставлю ссылку на серию Огурчик, Рик Огурчик. Это просто трешовая серия, и я говорю, и мне мурашки по коже. Это самая крутая серия, которую, не знаю, мой парень пересмотрел уже раз 10 просто, он ее всем советует. У нас просто мозг взорвался. Не знаю, нам очень нравится этот сериал, мы его уже смотрим, я не знаю, с тех времен, как он только вышел. И, блин, это, не знаю, самый любимый сериал. Хотя я первую серию, когда начала смотреть, я сразу плевалась, мне не нравилось, я ненавидела его как-то, не понимала, быстро говорит этот переводчик. И ко мне попала книга, огромная книга комикса, нового комикса, можно сказать, нового отдельного сезона Рик и Морти. И эта книга, конечно, не лично моя, мне ее нужно будет отдать, но, блин, она крутая. И я ее еще не открывала, но я просто вот в предвкушении. Я вам советую этот мультсериал, это просто нечто. Что еще есть последнего, что я могу рассказать вам? Ну, не знаю, могу рассказать о своем здоровье, если вам интересно, потому что некоторые там спрашивают в комментариях. Как бы, знаете, не очень хочется писать в комментариях именно все, все, и времени особо нет. Я, короче, читаю комментарии где-то в дороге, где-то в пути постоянно. Куда я езжу, я ищу работу. Все мы люди, все мы когда-нибудь должны это делать. И да, кто думал, что моя основная работа будет YouTube, нет, она никогда не была моей основной работой. И я на своем канале не зарабатываю миллионы, потому что у меня не миллион подписчиков. Я прошла курс лечения, уколы, таблетки, все как положено. Это все было у меня по гинекологии и мамологии. Не знаю, может быть, кому-то интересно. Никаких у меня венерических заболеваний нет. Это все просто физиологическое, либо... Потому что, как бы, мне уже лет предостаточно, а я еще не рожала, допустим. Поэтому со временем здоровье лучше не становится, как мы знаем. По словам врачей, как бы, у меня пока все нормально. Я еще пройду последнего врача-мамолога, который мне скажет, тоже, наверное, что у меня все нормально. Но, знаете, у меня какие-то небольшие сомнения на этот счет. Потому что у меня как-то заканчивались лекарства, допустим, да, и я все равно ощущала ту же боль. Есть лекарства, ты их пьешь, употребляешь, у тебя ничего не болит, у тебя все зашибись. Как нет лекарства, закончилось действие лекарства, все, как бы, у тебя те же самые боли, тот же самый дискомфорт, допустим, что и было раньше. Ничего не меняется, понимаете, просто отношение такое даже. Когда ты приходишь к врачу, допустим, сама же гинеколог мне назначила, какого числа, ну, приблизительно, я должна записаться, после каких событий, да, зачем, что, почему. Поэтому в итоге я прихожу, она мне говорит, ну, здравствуйте, Полина, что вы хотели. Как бы я говорю, вы сами назначили, да. Ну, знаете, вот такое какое-то отношение, не знаю, какое-то просто вот, просто недоотношение, и все. Я не говорю, что должны жопу за поворотами заносить, я не говорю, что там мне еще что-то кто-то где-то должен. Никто мне ничего не должен. Вы врач, вот. Вы должны лечить, вы должны объяснять, вы должны показывать, и все тому подобное. Пока дела обстоят вот так. И скобчиком, мне нужно узнать за операцию, я еще не узнавала, потому что у меня то нет времени, то еще что-нибудь. А вообще, на самом деле, я просто боюсь. Вот, я так признаюсь вам, потому что мне страшно, что мне скажут, мне страшно, что и как дальше будет. И я обычный человек, я такой же человек, как и все остальные. Это, конечно, не повод меня втаптывать в грязь, меня сравнивать с какими-то там, не пойми кем. Мне свойственно бояться, мне свойственно где-то ошибаться. Все те же самые пороки мне свойственны, но, знаете, главное отличие меня и плохого человека, это то, что я работаю над своими пороками, я их вижу, я их явно вижу. И когда мне люди говорят о том, что я нихрена не понимаю, нихрена не знаю и не делаю, вы меня не знаете. Есть люди, которые надо мной, допустим, в жизни, кто со мной знаком, смеются, что я могу видеть там людей, по их ужимкам могу прочитать не мысли, а именно, что человек врет, допустим. Я могу увидеть, что человеку неприятно, неудобно было в какой-то ситуации, что человек обиделся там, расстроился, не знаю, там еще какие-то чувства испытывает. Я это все вижу по каким-то внешним факторам, да. И надо мной люди смеются, они считают, что это невозможно. Но я хочу сказать одно, что если для вас что-то невозможно, вот конкретно для тебя, да, это не значит, что это ни для кого невозможно. Это значит, что для тебя конкретно это невозможно. Вот сейчас, здесь, на данном этапе, потому что твой мозг вот на вот этом уровне, а мой уже выше, допустим, поэтому для меня это возможно. Как бы я думаю, вы понимаете. Боже, я только что такой комок распутала. Просто вот, ну капец. А, нет, не запутывайся. Ох, наконец-то. А где ты тут? Это капец. Я ненавижу, когда цепочки запутываются. Это моя, кстати, обновка. Такая секси. Не знаю, что здесь сексуального, но мне очень нравится. Не потому, что просто нравится, а потому, что это как-то вот на самой шее выглядит очень сексуально. Не спрашивайте, почему. Так, нужно вытереть губы. Я же так не пойду. Так что вот такие вот дела. В общем-то, отношение у врачей такое, и я другого не то, что не ожидала. Я не прошу другого отношения. Я прошу лечить и быть... Быть врачом. Вот что я прошу. Но это невозможно. Вернее, не всегда возможно. Страх это такое дело. Я этот страх понимаю. Я с ним борюсь. Не то, чтобы я, допустим, просто не пошла и не сделала. Я сделаю это. Но мне немножко нужно время. И я не собираюсь год ждать. Я не собираюсь, не знаю, полгода ждать. Я это сделаю. Но, допустим, не сегодня. Я понимаю, что затягивать не нужно. Мне там пишут. Можно сказать, давят на этот больной мозоль. У меня болит так же все. Я сейчас еле-еле сижу. Это не значит, что я должна оскорежить лицо, сидеть, мыть на камеру. Нет. Я сейчас занята совсем другим. Я встану, и мне будет больно, допустим. Мне так же больно в транспорте ездить. Все так же. Даже хуже стало, чем было. Но, понимаете, я боюсь того, что я приду в больницу. Мне не дадут направление туда, куда я хочу. Либо мне дадут направление. Я туда приду, а там мне дадут отворот-поворот. Скажут, что они мне не могут помочь, допустим. Или скажут, что вот снова таблетки какие-то. Хотя я знаю, что мне уже конкретно нужна операция. В общем, не будем о грустном. Все это будет. Все я сделаю. Но для этого тоже нужно собраться с силами. Для этого нужно тоже как-то собраться с мыслями. Со своими мозгами, в конце концов. Потому что все страхи идут в любом случае отсюда. Да, кстати, у меня новость. Еще я... Ну, как новость? Я не знаю. Для меня это, конечно, событие какое-то. Да, но для кого-то это покажется какой-то ерундой. Для меня все, что касаемо канала, все, что касаемо моей жизни, это не ерунда. Поэтому, ну, если для вас это ерунда, то проходите быстрее. Проходите мимо. И останутся только те, которые, допустим, считают тоже, что если бы в их жизни случилось бы, может быть, что-то подобное, то они бы так же радовались, допустим, как и я. Короче, я наконец-то заказала себе кулон с моим названием Ника на YouTube. И это сокращение моего имени в целом. Заказывала я в Suifil. Это никакая не реклама. Я даже не буду оставлять ссылку на их сайт. Захотите, можете сами найти. Я просто заказала там, потому что они делают это. Я заказывала в розовом золоте. Хотела в серебре, потому что это дешевле всего. Но пришлось заказать в розовом золоте, потому что я хочу под ту подвеску вот эту носить. А она такая немножко с розовым золотом. Почему для меня это радость? Потому что я хотела себе подвеску с моим именем. А также, чтобы эта подвеска имела как-то отношение к моему каналу, к моему творчеству. К моей жизни в том числе. Я это сделала наконец-таки. Я долго к этому шла, потому что я боялась, что меня обдурят где-то. Я не знаю, я боялась, что пришлют, может быть, что-то не то. Хотя мне эта подвеска еще не пришла. Я вам в любом случае ее покажу, когда она придет. Блин, я все время чего-то боюсь. Я, кстати, вот часто недоверчива к людям. Прям вот, опять же, по отношению к человеку, который, да, там вроде бы как-то меня на какой-то мастер-класс зовет. Я даже не всегда доверяю своему парню, но, короче, зря я это сказала. В общем, ладно, я вот такой вот недоверчивый человек. И вот такая вот я, я также пытаюсь с этим бороться. В общем, я должна видеть общую картину, что дела обстоят вот так. Вот это вот так, это вот так. Если я этого не вижу, значит, где-то подвох. И я сразу открещиваюсь от этого, потому что не хочется себя ранить, да, не хочется никогда, ну, собственно, мы понимаем, что будет портиться настроение от неудач каких-то, от того, что тебя где-то обдурили, от того, что посмеялись над тобой. Я пытаюсь это побороть. Не то, что побороть, я пытаюсь так же рисковать, я пытаюсь так же соглашаться на что-то, да, я так же пытаюсь доверять людям. И в то же время, когда какие-то неудачи и где-то меня обдурили, я пытаюсь понимать, что, ну, так бывает, в этом ничего страшного нет. Просто не хочется быть потом в какой-то депрессии после неудач каких-то, не хочется просто плакать в подушку, да, там, ходить без настроения, нервничать, психовать. Вот этого не хочется всего, потому что я обычно в таком состоянии срываюсь не только на себе, я срываюсь и на близких людях, в частности, на моем парне. Я этого не хочу делать, соответственно. Поэтому я себя оберегаю всячески и пытаюсь отказываться от всего возможного, тому, чему я не верю, да, не доверяю полноценно. Но, блин, из-за этого я уже много всего упустила в жизни интересного, хорошего, прекрасного. И это плохо. Поэтому рискуйте, будьте открыты ко всему новому, но с умом. Продолжение следует...